Телеканал КРТ представляет Когда заходит спор о криминальном содержании этих разговоров, то я обращаю внимание на абсолютную позорность для государства Украины того, что и как обсуждает президент Украины с вице-президентом США. Взаимоотношения этой сладкой политической парочки лучше всего описывается приветствием Петра Алексеевича в разговоре о 27 мая 2016 года. Джо, очень приятно вас слышать. Огромное спасибо. Вы всегда со мной в наиболее важное время в истории моей страны. Вы как мой ангел-хранитель. Конец цитаты. В дальнейшем коротком разговоре Байден сообщает, что по просьбе Порошенко нашел прокурора американца украинского происхождения, который мог бы войти в команду генерального прокурора Юрия Луценко. Кстати, в предыдущем обнародованном разговоре от 14 апреля 2016 года Петр Порошенко просит Джо Байдена накануне голосования за генерального прокурора подать необходимый сигнал лидерам фракции. Цитата. Завтра у меня будет встреча с Арсением Яценюком и Гройсманом, во время которой я попрошу поддержать Луценко и ускорить процесс консультации с фракциями, чтобы на следующей неделе проголосовать за генерального прокурора. Я рассчитываю, что сигнал поддержки был бы для меня жизненно необходимым. Конец цитаты. Разумеется, кастинг американских политических проктологов Юрочка Луценко на тот момент уже успешно прошел. Но все равно аргумент Порошенко в его пользу достоин скрижалей независимости отечественной внутренней и кадровой политики. Цитата. Он, Луценко, уже представил четкую картину своего понимания реформы прокуратуры и он очень заинтересован в работе совместно с США по реформам ради того, чтобы иметь постоянного представителя США в генпрокуратуре в качестве советника. Конец цитаты. Вы только вдумайтесь, целью туземных реформ является приз в виде прикомандированного белого господина в реформируемое ведомство. Кстати, Байден, как и многие иные американцы, плохо разбираются в психологии отечественных порвеню, сделавших карьеру из грязи да в князи. У которых один из основополагающих принципов существования – вдячность, то есобача рыса. Представляю, как удивился сонный Джо, когда на недавних слушаниях в Конгрессе по импичменту Дональда Трампа всплыл интересный факт. Генпрокурор Юрий Луценко, оказывается, предлагал слить компромат на Байдена-младшего Льву Парнасу, доверенному лицу личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, в обмен на публичную поддержку Петра Порошенко накануне президентских выборов. Так что версия о том, что по инициативе самого Порошенко записи его телефонных переговоров с вице-президентом Байденом стали достоянием гласности, хотя и выглядит излишне конспирологично, но не является нереалистичной. Впрочем, повторюсь, в новой порции пленок Дыркача нет ничего такого, что могло бы кардинально изменить наше представление о взаимоотношениях заокеанского града на холме с периферией Пакс Американо, которые только недавно коснулись лучи света непорочного либерализма. Можно упомянуть обсуждение судьбы Приватбанка и позиции Игоря Коломойского, но, пожалуй, из менее известных персонажей стоит обратить внимание на несколько раз упоминаемого на пленках Амаса Хохштайна, ключевого члена Наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Накнафтогаз». Автора грабительских схем, при которых конечные потребители переплачивают в разы за газ украинской добычи, цена которого рассчитывается на голландском хабе ТТФ плюс транспортировка до Украины. Именно этому тезке ветхозаветного пророка приписывают схему кругового движения небольших объемов российского газа через украино-словацкую границу и обратно, имитируя реверс контрактных объемов уже оприходованного на украинских предприятиях российского газа. А теперь, что касается возможного криминала. 25 октября 2016 года Петр Порошенко благодарит Джо Байдена за операцию по противодействию бывшему подельнику, а позже обличителю украинского президента, депутату Александру Анищенко. Цитата. Хотел бы поблагодарить вас, особенно ваших сотрудников ЦРУ, за очень важное сотрудничество с моими разведчиками, Кондратюком и новым начальником разведки, за противодействие российскому сценарию в использовании бывшего народного депутата Анищенко, который, получив российское гражданство, уже на следующий день реализовал сценарий ФСБ по дестабилизации внешнеполитической ситуации в Украине. У нас было очень плодотворное сотрудничество, и я хотел бы вас за это поблагодарить. Это очень позитивный фактаж. Конец цитаты. Я, разумеется, не американский следователь, но ситуация выглядит, как использование вице-президента США в личных интересах американских спецслужб для противодействия разоблачениям против президента Украины. При этом, даже после поражения Хиллари Клинтон во время последнего месяца каденции вице-президента, Джо Байден продолжал держать на контроле вопрос Санищенко. В разговоре о 19 декабря 2016 года Петр Алексеевич вновь имитирует политический оргазм во время акта внешних телефонных сношений. Цитата. «Позвольте поблагодарить за абсолютно четкий сигнал Министерства юстиции про отсутствие оснований для взаимодействия с этим преступником Анищенко. И я буду благодарен, если мы объединим усилия, чтобы привлечь его к ответственности при помощи абсолютно независимого НАБУ». Конец цитат. Абсолютно независимое Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает отдельную ироническую улыбку, ибо находится под полным контролем все той же соросячей демократической мафии, навязанной нам Вашингтоном, начиная с 2014 года. Полную анатомическую схему этого американского демпартийного спрута с украинскими конечностями также продемонстрировал депутат Деркач на своей пресс-конференции. Впрочем, кроме психологических особенностей наших власть имущих, Байден и компания не знали и многовекового украинского принципа. «Кто к нам со своей коррупцией придет, тот от нашей и погибнет». И нынешние потенциальные проблемы сонного Джо с американским правосудием проистекают от незнания обычаев и верований территории, лежащей к северу от Афроамериканского моря. Извините за оголтелую политкорректность. Продолжение следует... Продолжение следует...